Друзья, всем привет! Сегодня мы вместе с вами один эксперимент с орхидеей закончим, а новый начнем. Сегодня будет очень интересное видео, насыщенное. Мы поковыряемся в корнях одной из орхидеек, сделаем ее пересадочку и пересаживаем ее, обработаем, начав таким образом один из следующих экспериментов. Но прежде чем начать видео, сразу хочу вам сказать, что перед вашими глазами орхидеечки, которые живут вот на этом вот стеллаже. И сразу забегая вперед, отвечу на вопросы такого рода, что это за орхидейки у тебя там стоят, сразу скажу, что у нас здесь. Ну, во-первых, вот это вот Blackjack, орхидея Blackjack. За ней находится орхидея Surfsong. Далее орхидея Ember, как-то там Golden Ember, золотые угольки орхидея. Рядом с ней вверху такая сочно-морковно-оранжевого цвета. Это орхидея Golden Fish, золотая рыбка. Ближе всего от меня вот она, такая вкраб орхидеечка Клеопатра, а рядом с ней похожая, казалось бы, на нее орхидея Фронтера. Ниже орхидея Baldens Kaleidoscope, а еще ниже роскошная орхидея Chingdu. Удивившая нас, друзья, в этом году вот таким вот интересным цветением. У нее заблудился цветонос, пророс в дно, потом завернулся, и вот на поверхности он изогнулся кренделем. И вот орхидея выдала вот такую вот роскошную красоту. Листья, корни и вот эти вот цветочки. Очень удивительная компоновка всего этого, и как будто бы это не настоящая орхидея. Но между тем, это, друзья, самая настоящая Chingdu. Кстати, вот видите, она, начав цвести, закуклила корни, и после того, как она отсветет, она продолжит свой рост. Но, друзья, мы вместе с вами сейчас, скажем так, достанем орхидею, которую ровно год назад мы пересадили в чистый древесный уголь. И в одном из последних видеообзоров про эту орхидею, кстати, посмотрите, какой пыльный. По-моему, ни разу я за этот год, ровно год назад мы ее пересаживали. Это был один из наших экспериментов, как орхидея будет себя чувствовать, если мы ее посадим в чистый, в чистый, друзья, древесный уголь. Мы взяли в магазине, купили обычный древесный уголь для шашлыков, посадили. Отдельный плейлист про эту орхидею есть. И вот в одном из последних видео большинство зрителей нашего канала выразили мнение за то, что эксперимент можно, в принципе, прекратить. И так уже все понятно. Но прекратим мы его с сегодняшним видео, достав эту орхидею из этого горшка и посмотрев, что там у нее с корневой системой. Ну что, друзья, и после того, как мы ее, друзья, с вами достанем, мы начнем новый эксперимент. А какой, все узнаете дальше в этом видео. Итак, друзья, хочу взять наш с вами поднос. Кто-то из постоянных зрителей, те, кто уже не первый год смотрит наш канал, спрашивают, где же наш с вами роскошный поднос с фужером шампанского. Он, друзья, у нас отдыхает. Мы его поменяли по той простой причине, потому что на его пестром фоне не было видать корней и вообще орхидеи. Итак, давайте я сейчас достану корешочки. Вам все прекрасно будет видно. Я специально все вот так вот организовал, чтобы ракурс был самый оптимальный для вашего взора. Надеюсь, я заслужил лайк и одобрительного комментария в описании под этим видео. Итак, достаем потихонечку вот так вот. Эта орхидея у нас, когда мы ее пересаживали, она у нас и на солнце попала после пересадки. И при первом поливе, перед первым поливом видео, ее Митя покусал. Помните, кот наш, видите, оставил свои отметины. Так, ну все. Собственно говоря, вот такая вот картина у этой орхидеи. Без всяких... Кстати, никаким гнильем не воняет. Но все те корни, которые у этой орхидеи были на момент ее пересадки, они все, ну вы сами видите, они все умерли. Они погибли. Но, несмотря кто-то скажет, вот, собственно говоря, проект провалился. И древесный уголь не оправдал себя. Могу вам сказать уверенно, что корни могли погибнуть не потому, что мы посадили их именно в древесный уголь. Корни могли погибнуть от того, что они на момент посадки были просто нерабочие и не адаптированные к тому грунту, в который мы ее засунули. Это первый момент. Второй момент, подтверждающий то, что, скажем так, подтверждающий то, что грунт не подходит, а он нормальный для пересадки орхидеи, это вот этот вот новый, растущий вглубь, новый корешок вглубь древесного угля. Но, в любом случае, эксперимент мы заканчиваем, больше экспериментировать не будем. Кстати, здесь вот есть хорошие корешки. И, кстати, то, что вот они совсем коричневые, совсем коричневые, это еще как бы не показатель, что они все здесь мертвые. Есть здесь и живые. Мертвые корешки я сейчас, друзья, обстригу, чтобы было, собственно говоря, видно, какой объем корней у этой орхидеи на данный момент имеется. Так, секунду, друзья, секунду. Потому что уголь, он все-таки черный, да, и отличить сейчас не очень, как бы, со стороны вас, со стороны камеры, понятно, какие корни у этой орхидеи остались живы, какие погибли, и какой, собственно говоря, объем у этой орхидеи остался. Так, ну вот так вот я срезаю все лишнее. Это, друзья, эксперимент. У кого-то, кстати, эксперимент посадки в древесный уголь, он мне не раз писали в комментариях и присылали фотографии, как ВКонтакте, так и на почту с фотографиями о том, как орхидеи пересадили в древесный уголь, и они прекрасно себя чувствуют. Тут еще вопрос в том, насколько орхидея сама согласна жить в таком грунте. Поэтому это то, что мы сейчас пересаживаем эту орхидею из древесного угля в другую посадочку будем пересаживать, ровным счетом не подтверждает то утверждение, что орхидеи не могут расти в древесном угле. Они прекрасно себе растут, но видно, либо эта орхидея не понравилась, либо еще какие-то моменты, друзья. Да, может быть, меньше внимания я ей уделял. Но если бы, может быть, больше внимания уделял, то она бы, может быть, росла. Но у меня, к сожалению, не 48 часов в сутках, поэтому мы ее с вами достаем. Итак, вот такая вот остальные корни, друзья, у нее живы, здоровы, несмотря на то, что имеет вот такой вот цвет. Это, скорее всего, от того, что солнечный свет не проходил внутрь горшка, они такие желтоватого оттенка, а то, что они темные, коричневатые, это все-таки, наверное, цвет от цвета угля, то есть впитавший немножко уголь. Все, все это дело мы убираем, убираем. Все лишнее мы обрезали. Но единственное, может быть, еще мы с вами обрежем вот этот вот сухостой, который многим зрителям нашего канала не дает покоя. Я его просто немножечко вот так вот обрежу. Чтобы он не особо бросался в глаза. Вот так вот. Это, кстати, сухостой от того, что, может быть, при пересадке, может быть, при покупке этой орхидеи еще что-то, наполовинку лист был от основания оторван. И вот именно от основания он наполовину и пожелтел и отсох. Вторая часть этого листа чувствует себя прекрасно. То есть все нормально с этой орхидеей. И у нее, как вы видите, сейчас идет процесс роста. Корешок наращивается. И вот самое время ее пересадить. И, кстати, мы ее, по всей вероятности, можем даже пересадить вот с этими вот корешками, вот с этим одним корешком, возможно, даже в горшок. Ну, я подумаю пока. Буду убирать все это дело. Итак, в общем-то, друзья, мы с вами один эксперимент закончили. С орхидеей на выращивании орхидеи на древесном угле. Каждый сам сделает вывод. Тем более, что я думаю, что те зрители, которые сажали орхидеи, тоже используя древесный уголь на 100%, напишут о своих результатах в комментариях под этим видео. Тем самым, почитав которые, мы придем к общему, сказать, такому решению. Оправдывает себя посадка в чистый древесный уголь или не оправдывает? Ну, а мы вместе с вами, тем не менее, начнем новый эксперимент, который будет заключаться в том, что сейчас мы с вами ее немножечко простимулируем. А простимулируем мы вместе с вами тоником, изготовленным в домашних условиях, из компонентов, которые продаются во всех аптеках, по крайней мере, Российской Федерации. Я опрыскиваю корешочки. В одном из предыдущих видео мы вместе с вами готовили тоник, идентичный вот такому вот тонику, который продается в магазинах от Бон и Форте, с витаминами и янтарной кислотой. Мы сделали такой же тоник, только в домашних условиях, из компонентов, купленных в аптеке, один в один. Но отличие этого тоника в том, что этот тоник, друзья, домашний, он в 20, ровно в 20 раз дешевле вышел покупного магазинного. Но единственный минус этого тоника то, что он хранится буквально несколько часов, в отличие от покупного. Поэтому наш новый, друзья, с вами эксперимент будет заключаться в том, что мы на этой орхидее, которая находится вот сейчас вот в таком вот состоянии, друзья, видите, вот в таком вот состоянии, мы будем периодически раз, наверное, раз в две недели, а может быть раз в 10 дней, применять тоник домашнего приготовления. Сейчас вот я обработал корни, точнее опрыскал корни этой орхидеи и протру листья этой орхидеи обычным ватным вот таким вот диском, ватным диском вот так. В этом и будет, друзья, заключаться, насколько хорош тоник, приготовленный в домашних условиях. Протираем, значит, и снаружи, и самое главное, снутри листьев, снизу, с нижней части листиков, немного такими втирательными, друзья, движениями, но не сильно вдавливаем, да, для того, чтобы орхидея впитала устицами, которые находятся снизу листиков, впитала тот раствор нашего с вами тоника, приготовленного в домашних условиях, из витаминов и янтарной кислоты. Вот так мы это все делаем аккуратно, все смазываем, протираем. И вот таким методом, наверное, в летний период мы это будем делать раз в 10 дней, протирать листья вот этим тоником, а в летний период, а в зимний период, в осенне-зимний раз в две недели, друзья. И будем смотреть, как эта орхидея будет у нас развиваться в новой посадке, которую мы сейчас вместе с вами и совершим. А вот во что будем сажать, это уже, друзья, классика жанра, классика жанра. Все, тоник мы домашний. Еще раз хочу напомнить, что тоник, как приготовить тоник в домашних условиях, из каких препаратов, как это сделать, ссылочку в верхнем правом углу я оставлю, можно пройти, посмотреть, там все подробно, пошагово. Я рассказываю и показываю, как мы приготавливаем вот такой вот тоник, который ровно, друзья, в 20 раз вышел дешевле. Вот этого тоника по сравнению с теми ценами, которые вот у нас в нашем регионе, в котором я проживаю. Живу я в Волгограде. Все, тоник нам больше не нужен. Пусть орхидеечка пока у нас подсыхает, впитывает. А мы тем временем приготовим с вами грунт, в который ее будем сажать. Грунт будем использовать следующий. Это древесная кора от фабрики Баркинвуд. Вот такая вот она. Это средняя фракция. 1 сантиметр, 3 сантиметра в диаметре. Вот такие вот, друзья, кусочки коры. Они просто обалденные. Просто обалденные. Но эксперимент, конечно, заключается не в том, что мы сажаем ее именно в кору. А эксперимент все-таки заключается в том, что мы эту орхидею теперь будем откачивать после года, проведенного в древесном угле. Будем ее стимулировать и откачивать тоником, витаминно-кислотным тоником. Итак, следующее. Мы сейчас приготовим раствор. Орхидный раствор, а грунт, состоящий из... Возьмем 8 частей... 8 частей... Так, возьмем 8 частей коры средней фракции от фабрики Баркинвуд. Мне кто-то говорит, ты рекламируешь... рекламируешь... Вот эту вот кору. Ну, отчасти получается, что да. Но почему это я делаю? Да потому что, что у нас другой коры не продается. Та кора, которая продается в Ашане, она на порядок дороже вот именно вот этой вот. Но качество, друзья... Я думаю, что те зрители, которые уже успели купить вот эту вот кору Баркинвуд, уже оценили по достоинству. Я достаточно много комментариев почитал по поводу вот этой вот коры. Она просто обалденная. Она просто обалденная. Поэтому грех не рассказать другим архаманам о такой коре. Поэтому, кто воспринимает это как рекламу, ну, пожалуйста, воспринимайте. Я делюсь тем, что сам использую и что применяю. И если это хорошего качества, я об этом говорю. Если меня это не устроило, я это говорю. Если это не устроило по каким-то объективным причинам, я тоже это говорю. У нас честный канал. Непредвзятый. Так, ну вот кора, значит, 8 частей, да. 8 частей коры средней фракции. И, значит, у нас все тот же древесный уголь. Так что я не зря сказал, что посадка, друзья, у нас будет классическая. Классическая. Все перемешиваю. И вот в этот вот грунт, состоящий из древесной коры на 80% и 20% древесного угля, мы с вами и посадим эту орхидейку. Вот так вот. Вот такой получился у нас грунт. Горшок возьмем. Горшок возьмем в соответствии с объемом корней. Это будет арте объемом 1,2 литра. Вот здесь все его показатели. Высота, глубина и объем. Я думаю, самое то. Так, вот эти два корешочка у нас были воздушные. Ну, у нас есть два варианта посадки. Первый вариант. Это корень мы так и оставим воздушный наружу. А второй вариант. Мы его вместе с вами опустим в грунт. Вот так вот. Опустим в грунт. Я думаю, что как раз таки давайте вместе с вами еще добавим эксперимента в нашу с вами посадочку. Поместив вот этот вот корень, вот этот корень, который вырос наружу, мы его поместим внутрь в горшок, друзья. Ну, а получится второй у нас воздушный корешочек. Он будет у нас, ну, как бы, наверное, все-таки на поверхности грунта. Итак, что мы будем следующим делать? Следующим я посажу, точнее не посажу, а кину на дно в один слой керамзит крупной фракции. Вот такой вот. Это будет у нас дренажный слой. Дренажный слой, которого будет касаться тот самый воздушный корешок. Хотя, вы знаете, вот неправильно воздушный корень опускать на дно, на самом деле я вам скажу, опускать на дно, и чтобы этот корень находился внутри, в грунте, и тем более касался дна. С учетом того, если мы будем эту орхидею сажать и осуществлять полив мокрыми пяточками, а с большей вероятностью то, что этот корень оторву, оторву, друзья, вот эту бирочку она мешает, с большей вероятностью того, что этот корень этот корень погибнет. Почему? Потому что он рос в воздушной среде, он целиком и полностью адаптирован в воздушной среде, и поместив его сейчас во влагу, с большей вероятностью процентов 80, а то и более он погибнет. Поэтому, наверное, я его не буду все-таки погружать, я его оставлю, так и оставлю его на поверхности. Вот так вот, друзья. Вот таким образом. Все, засыпаю. Так будет правильно. Сажаю так, что мы с вами один воздушный корешок, который находился на поверхности древесного угля в предыдущей посадке, мы его немножечко под слой грунта поместим, и таким образом он и не во влажной среде будет, но и не совсем на открытом пространстве. И с долей вероятностью в 99% это ему понравится. Вот так вот мы ее с вами помещаем. Хотя, вот знаете, когда эта орхидея у нас росла в древесном угле, у нее вырос вот этот вот листик. Ну, объективности ради. Так, ну все. Вот такая вот у нас получается посадочка. На мой взгляд, даже очень-очень эстетическая. И орхидея у нас с вами пистолетиком выглядит. Так, посмотрим, что у нас тут внутри. И вот такая вот картина. На дне слой керамзита, дренажный слой для того, что если мы будем поливать эту орхидею методом полива, мокрые пяточки в палец толщиной, воду, если будем подливать, то наполовину высоты этого дренажного слоя. Вот такая вот она. Так, что тут у нас? А, мокрые пятна. Я думал, темные какие-то пятна. Вот так вот. Все. Начинается у нас с вами таким образом, еще чуть-чуть я ее вот так вот подобью. Все. Начинается, друзья, у нас с вами новый эксперимент с этой орхидеей. Теперь мы ее будем откачивать тоником домашнего приготовления. Тем более, что многие из вас, тех, кто посмотрел то видео, в котором мы приготовим этот тоник, просили именно начать эксперимент и взять какую-нибудь орхидею и периодически обрабатывать ее вот таким вот домашним тоником в соотношении с покупным тоником. Но если покупной тоник мы уже неоднократно применяли на канале, и достаточно много у нас есть видео, в котором мы применяем продукцию Бонефорте, и в том числе именно тоник. У нас есть даже отдельно плейлист на канале, который называется Бонефорте для орхидеи, что-то так как-то называется, где мы собираем все видео на нашем канале, где применяем ту или иную продукцию Бонефорте на наших орхидеях. Теперь у нас новый плейлист тоник для орхидеи домашнего приготовления, в котором мы будем применять вот такой вот самодельный тоник и смотреть, как эта орхидея себя будет чувствовать. В общем, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья, и до встречи в следующем не менее увлекательном видео. До завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok